В правительстве Тверской области обсудили развитие инфраструктуры и новые стройки. Региональные власти рассмотрели адресную инвестиционную программу на ближайшие три года. Об итогах заседания Кабинета министров расскажет Наталья Чекет. На ближайшие три года в адресную инвестиционную программу включено 92 социально значимых объекта в 24 муниципальных образованиях региона. Общая сумма финансирования составит 39 миллиардов рублей. Это рекордные показатели для Тверской области. Колоссальная потенция для развития строительной промышленности, строительного сектора как такового. Понятно, что развитие муниципальных образований, потому что огромное внимание уделено именно муниципальным образованиям, не только столице региона и полное разнообразие от газификации до строительства спортивных залов. С моей точки зрения, конечно, потенциал очень большой. Более 50% предусмотренных на реализацию программы средств направят на модернизацию дорожного хозяйства. Это завершение строительства комплекса западного моста в Твери и западные хорды между федеральными трассами Балтия, Россия и Нева. Создание въезда в центры муниципальных округов вылетных трасс столицы Верхневолжья. Еще одно приоритетное направление адресной инвест-программы газификация региона. В первую очередь наш северо-восток, очень большой объем работы. Это также юго-запад, который будет развиваться от строящегося газопровода Ржев-Нелидова, западная Двина-Торопец. Очень большой объем работы по газификации, которая предполагает замену котельных уже в газифицированных населенных пунктах. Это прежде всего Вышний Волочок. Также по программе запланировано строительство и модернизация очистных сооружений в Старице, Ржеве и Торжке, реконструкция сетей водоотведения, водо- и теплоснабжения в муниципалитетах. Кроме того, в программу вошло строительство школ в Твери, Максатихе, деревни Вахонина, Конаковского округа, детской областной клинической больницы, Бежевской ЦРБ, амбулатории в поселке Новозавидовский. Во время заседания правительства говорили не только о возведении новых социальных и инфраструктурных объектов, но и поддержке строительной отрасли в целом. Очень волнует эта поддержка наших организаций, которые производят строительные материалы. Я сегодня Игоря Михайловича просил обратить внимание не только на строительную отрасль, как на строителей, но и на производителей строительных материалов. Губернатор Игорь Руденя на заседании подчеркнул, что необходимо четко прорабатывать с потенциальными подрядчиками вопросы поставки стройматериалов и сроки реализации строительства или реконструкции объектов, включенных в программу. Также на заседании определили приоритетные объекты для включения в программу в перспективе. Среди них строительство южного обхода Торжка и объезда Конакова, строительство школ в Кимрах, деревне Хорошего, Ржевского округа.